Всем молодой Губин, пацаны, сегодня слава Мерлова и компания, а меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. Стартуем с того, что добавим клавиатуру K-Zone Classic, это бесплатный плагин с фортепиано, и увеличим темп до 180 ударов в минуту. В K-Zone мы выберем феноменально шикарный Yamaha Grand Piano. Scale и туда-сюда, view, scale highlight, e, minor harmonic, наш scale на сегодня. Аккорды, ми минор, f-шарп минор, то есть фа диез минор, до мажор, и B-мажор, то есть C-мажор. Я их наиграл, теперь жмем Tools, вот эту Last Two Minutes, окей, и вот они. Мы можем просто их расставить в нужном нам порядке, а порядок нам нужен вот такой. Вот так звучат аккорды, сейчас мы приведем их к тому виду, как в треке. Ну, опять же, как я услышал, потому что это все, все, что вы здесь видите, это просто плод моего воображения. Сюда я докинул нотку B снизу, то есть к винту, к ноте E. Тут мы фа перенесем вниз. Здесь мы добавим C наверх, и звучит такое звучание. И еще там всякие такие штуки, типа вот так вот, нет, вот так. Тан-тан, F. И здесь D-шарп, вот так-тан. Тан-тан-тан. И вот так. Тин-тан, т-ра-тан. По-моему, тан-тан, E. Ты-ты-ты-тын, да. И здесь этот ты-ты-тын будет по вот этим ноткам. D, потом F, и потом B, да. То, что нужно, осталось только, наверное, нажать Alt-S. Как-нибудь настроить velocity. Как-то так, продлить и настроить velocity. Вот это мы продлеваем, а вот это не продлеваем. То есть... Типа та-дан. И velocity. Типа вот такие дополнительные переходные нотки. Они должны быть чуть-чуть потише, чтобы просто создать ощущение динамики жизни. Шикарно, восхитительно, волшебно. Мне нравится. И скачать этот проект вы сможете у меня в Инстаграме по ссылке в описании. Ну, не вот этот проект, а тот, который будет в финале видео. То есть со всеми сэмплами, со всеми пресетами, со всеми настройками. Вы сможете его скачать, как только видео наберет. 3333 лайка. Вы просто ставите лайк. В случае, если вам понравилось это видео, нравится проект или нравится оригинальный трек. И как только нужное количество лайков набирается, я просто выкладываю проект у себя в Инстаграме. Так что, если вам уже нравится, вы знаете, что сделать. Еще на канал можете подписаться. И на мой Инстаграм. Везде, короче, подписывайтесь. Мне от этого будет ужасно приятно. Ударный я традиционно брал из вот этого дрампака. Потом из вот этого дрампака. Но еще. В этот раз я 808-й взял из вот этого дрампака. А название сэмплов вы уже видите на экране. Так что сможете найти их еще до того, как я выложу проект. И начнем, наверное, с клэпа. Звучит он вот так. Так, это секретный клэп Славы Мерлоу. У нас вообще тут все секретное от Славы Мерлоу. Погромче. Ну еще, конечно, можно сделать вот так и вот так. Boost это типа просто громкость. А EQ вниз, чтобы было больше высоких. Теперь закрытый хэт. В нем мы все, что сделаем, это сделаем вот так. Вот так. Все. Просто вот так. Второй звук делаем тише. Ага. И Ctrl-B зажимаем. А, ну и, конечно, самое главное, чуть не забыл. Shift. Вот так. Open Head. Длинный слишком, поэтому откручиваем ему продолжительность и Out. Но еще, наверное, сократим немножко. И shift. И... Tan-ta-pum-tam. Ctrl-B. Ну и вот этот звук. Normalize. И настроим ему атаку. Hold, Decay, Release. Еще мы добавим сюда 3X-осциллятор, чтобы... Тут-тут-тут-тут. В одном месте есть буквально эта свистулька. Она... Звучит вот так. Чтобы звучало покрасивше. Такие настройки. Release. Чуть оставим. И атаку чуть-чуть добавим, чтобы было... И... И Porto Mono, и Slide. Типа можно вообще хоть до половины. Перед тем, как мы пропишем бит, займемся звучанием фортепиано. Поэтому Ctrl-L отправляем на какой-то там канал микшера. Закидываем на него RC-20. Noise отключим. Убавим низ. Как-то так. Вверх. Как-то вот так. Tony поставим на центр. И, конечно же, Space. Еще нам нужно Input Gain немножко убрать. Space как-то вот так. Space нужно много, но в меру. И VIF на 30%. Мне так нравится слово VIF. Чуть добавили. Шикарно. После этого A1 Stereo Control. Save Bass. Почти до конца. Давайте еще немножко убавим громкость здесь. Вот так хорошо. На Red Recalorie еще вверх отпилим. Ну и пока я не забыл. На прошлой неделе вышел альбом Платиной. Но когда он вышел, я был на таком чиле, что не стал делать никакого разбора. Я понимаю, что время немножко прошло. И, может быть, он не настолько актуален. Но если вы хотели бы посмотреть на разбор какого-нибудь из треков с альбома Платиной, то напишите об этом в комментариях. И тогда я этот разбор сделаю. И еще можете написать, какой трек вам запомнился или показался наиболее интересным. Потому что после третьего прослушивания лично мне запомнился сильно только трек с тейпом. Он типа какой-то самый яркий, по-моему, получился на альбоме. Напишите, что понравилось вам. Я, как бы, это тоже буду учитывать, когда буду выбирать трек на разбор. Теперь 808 бас тоже скинем на какой-то там канал микшера. На него накинем Little Radiator. Отключим нойзи и чуть-чуть убавим жару. Чтобы какой-то перегруз был, но он, как бы, был в меру. Громкость немножко. Ага, вот. Вот так. Убавим фортепиано немного. Ctrl-B. И вот здесь. Ту-ту-ту-ту. Тун-тун. Да, то, что нужно. Чуть добавим. Теперь Ctrl-C. Это все на kick, Ctrl-V и Alt-K. Уже неплохо звучит. Добавим вот эти звучки. И мы сейчас будем раскидывать по паттернам, чтобы потом просто новые не создавать. Шикарно. И ты-ты-ты-ты. И сократим. И убавим. Восхитительно. В новый паттерн перейдем. Split by Channel сделаем. И сейчас нам предстоит просто супер увлекательное создание новых партов фортепиано, потому что их тут целых пять штук. Давайте сразу сделаем вступление. И оно звучит у нас вот так. Потом весь бит вступает. Потом вот так. Даже нет. Даже вот так. И вот здесь у нас тут-ту-ту-ту-ту-ту. И появляется второй в парт фортепиано. Жмем сюда Make Unique. Удаляем все, кроме главных аккордов. Эти самые главные аккорды растягиваем вот так вот. Shift D. И растягиваем типа. Ну и на октаву вниз. Да, то, что нужно. И после него пойдет третий парт фортепиано. То есть снова дублируем. Снова Make Unique. Заходим и просто жмем Shift D. Ну, конечно, есть некоторая вероятность, что я просто себе все это придумал. Еще тут, кстати, новый паттерн хай-хетов. То есть Make Unique хай-хеты тоже. Ну и клэп. Четвертый паттерн фортепиано. Make Unique. Так, в нем вот это все длинные аккорды мы возвращаем снова к нормальной продолжительности. Сократим их еще немножко. А звучит он. Тын-тын. Тын. Тын-дын. Тын-дын. Ту-ру-тын. Нет, вот так. Вот так. И вот так. Да. То есть все гуляет по-прежнему вокруг этих четырех аккордов. Но просто чуть-чуть тут по-другому, чуть-чуть тут по-другому. И тут у нас вступает тот же самый парт баса. Только появляется еще парт кика. Хеты становятся обычными. А вот здесь, кстати, вот это мы сократим. Да, вот оно. И вот это место, где играет четвертый парт пианино, мы сокращаем, чтобы вставить свистульку. Свисток, в смысле, свистульку у нас вот. И бас с киком. Нам нужен от них только первый удар. И что бы вы думали, тут будет, конечно же, пятый паттерн пианино. Make unique. Shift D. Сократим. Вот так. И все. И вместе с ним параллельно лупят клэпы. После этого вступает самый первый паттерн. Хотя нет, давайте покороче паттерн сюда вставим, потом 808 бас и кик. Но, естественно, мы будем сменять паттерны. Потому что make unique за тем, что вот в одном маленьком местечке, вот здесь вот, нужно зажать shift и потянуть вот так, чтобы было. В кике, соответственно, этот удар тоже нужно перенести. Ради этого мы делали make unique. Сюда вставляем клэп точно так же. Хай-хеты, которые второй паттерн. И все остальное. То есть open-хеты, rim и немножечко свистка. И потом снова вот этот паттерн. И тот же самый паттерн, только с битом. Почти все, но я хочу еще заняться звучанием ударных, потому что они даже на микшер у нас не отправлены. Соберем группу ударных и создадим канал с реверберацией. Poliholla Vintage World, Hall, Fat Snare Hall. Вот так, вот так. Ну, потом подправим. И по чуть-чуть отправим все звуки туда. И зароутим его тоже на канал ударных. На канал с ударными кинем, наверное, Saturn. Tube, Clean Tube и чуть-чуть. Процентов на 30. Достаточно. Чуть-чуть стереорасширения Ozone и Major. Стереоайз включим вот так. Этот бэнд подвинем наверх. Поскольку это на всех ударных лежит, вообще надо капельку совсем. Типа процентов 20, не больше. И тут типа процентов 10. И еще очень важно, я забыл сделать это вначале. Бас очень длинный, давайте его немножко подкоротим. Ау, там буквально. Вот так, чтобы чуть-чуть слышалось, как он такой... И конечно же. И конечно же, Ozone на мастере. Ну и Fruity Reverb накинул на 3X осциллятор. И все, все, биток готов. И прежде чем мы этот биток послушаем, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или заказать его, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео вам понравилось, показалось интересным или капельку полезным, то ставьте полностью заслуженный лайк. И обязательно, обязательно подпишитесь на канал. Чуть-чуть видео промотайте вниз и нажмите кнопочку подписаться. Ну или на телефоне просто из горизонтального в вертикальный режим переверните и нажмите кнопочку подписаться. От этого мне станет очень-очень хорошо и тепло на душе. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам было интересно в этом видео. Я буду ждать вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok